Якутского депутата приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей за нападение на полицейского. Инцидент произошел минувшим летом, 22 июня, в селе Верхневилюйское. Жители села отмечали в тот день национальный праздник ИСАХ в разгар торжеств. Местный депутат, фамилия которого почему-то упорно не разглашается, повздорил со своей супругой, в ситуацию вмешался страж порядка, сделав слуге народозамечание. И вот дальше самое интересное начинается. Последний обиделся, взял в руки лопату и отходил этой лопатой сотрудника, причем по-серьезному так отходил, в том числе по голове постучал у полиционера множественные ушибы. Куча свидетелей всю эту историю наблюдала, 30 тысяч рублей штрафа. Ребята, и досрочное прекращение депутатских полномочий. Вот это я понимаю справедливость, правосудие во всей красе, так сказать, оно и понятно. Впрочем, если бы тот народный избранник бросил в сотрудника полиции бумажным стаканчиком, например, или отбиваясь, когда заламывали руки, случайно ударил рукой по защитному шлему, поехал бы в колонию года на 3-4, а так он ведь всего лишь лопатой стража порядка отдубасил. Че реально, что ли, на зону за этого уважаемого человека отправлять? Да ладно вам! Мы же в демократическом государстве живем в конце концов. Начинаем! А вот теперь действительно хорошая новость. Изъятое у коррупционеров жилье разрешат продавать. Соответствующий законопроект подготовила Минэкономразвитие. Речь в нем идет о так называемой незадекларированной недвижимости нечистых на руку чиновников и их родственников, которая в случае выявления у нарушителей изымается. Однако, по действующим правилам, ее можно лишь передать очередникам или нуждающимся. Это пока единственный вариант. В Минэке, значит, озадачились ситуации и пришли к выводу, мол, ребят, не всегда же очередникам те или иные площади можно передать-то. Ну, забрали, допустим, у жулика хибарку в несколько тысяч квадратных метров. Каким очередникам такие хоромы позволительны? Давайте продавать деньги в бюджет! Видите? Горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой. Впрочем, стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. А нужен ли такой законопроект вообще? Будет ли он работать? Или нас, как обычно, отвлекают от более важного? Итак, а дело в том, что наши депутаты уже давным-давно пытаются придумать, как сделать так, чтобы госслужащие либо не обнародовали своих доходов, либо, ну, хотя бы не декларировали доходов своих ближайших родственников, жен и детей? Шаги в этом направлении ведутся постоянно, пока, правда, реализовать аферу не удалось, но кое-какие положительные тенденции наметились. На днях в Ханты-Мансийском парламенте какой-то части народных избранников все-таки позволили не публиковать сведения о доходах и имуществе. Речь, правда, идет лишь о сельских депутатах, да и то лишь о тех, что работают на непостоянной основе, то есть без зарплаты. Вот им, если они не совершали никаких сделок с недвижимостью, например, или не делали дорогостоящих покупок, декларациями разрешили не светить. Но ведь лиха беда начала, это пока мы с вами говорим только о Хмао, а завтра столь положительный опыт могут начать перенимать другие регионы, что после... А после крути, верти данную схему как хочешь, потому что варианты в ней просматриваются. Например, сегодня жулики переписывают нетрудовое на жен, детей, любовниц, как сказал выше. Массу таких случаев мы знаем, но это все равно рискованно могут поймать. Избавив уже сельского депутата от обязанности отчитываться, проблема решается на раз-два. Все, что нужно сделать и выбрать своего родственника, этим самым сельским депутатом, все. Перерисовывай на него что хочешь. Ни один журналист, ни один общественный деятель никогда не докопается. Всех остальных купишь за небольшую мзду. Ну, насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководства Государственной Думы. Вот мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. Нет, на самом-то деле я сейчас просто поделился своими предположениями. Я не знаю, так это или нет. Очень хочу ошибиться. Но опасность, согласитесь, такого расклада присутствует. У нас сегодня у каждого второго госслужащего, губернатора, мэра, депутата, дорожайшая половина миллионер. Она у меня очень талантливая. Потому что братья и сестры, поголовно успешные бизнесмены, госконтракты щелкают, как белка орехи. Дети состояниями обладают, даже малолетние. Но очевидно, что людей такое положение вещей уже бесит. Просто вот и крутятся товарищи, как ужина сковородки, понимая, что тактику надо менять. Деньги же любят тишину. На ответственной должности еще столько соблазнов. Это реальная журналистика, а вор. И ныне там тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Друзья, что-то невнятное происходит на Ютьюбе. За последние сутки портал заблокировал целых три ролика моего коллеги Александра Торна. Объяснения, а вот они. Как вы, наверное, знаете, весь контент на Ютьюб должен соответствовать нашим принципам сообщества. Ваше видео было отмечено как недопустимое. Мы проверили ролик и удалили его, так как он не соответствует нашим правилам. Каким правилам? Каждый из трех удаленных роликов Торна блокировался ровно через 23 минуты. После публикации поразительная педантичность. Мне кажется, нас пытаются запугать и уничтожить. Остался вот этот вот маленький островок. Мы по привычке называем его Ютьюбом или тем, что от Ютьюба осталось. Не позвольте продажным негодяям загасить последние капли свободы слова в моей стране. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. А министр здравоохранения Скворцова тем временем отчиталась об увеличении продолжительности жизни россиян. По статистике почти на год народишко наш стал жить дольше. Слушайте, ущипните меня кто-нибудь, а? Эта дама вообще в своем уме? У нее больницы одна за другой закрываются. Врачи увольняются пачками. В здравоохранении страны творится такой бардак, которого не было даже в самые смутные времена. А она об увеличении продолжительности жизни. Че-то лопочет. Как на территории, в которой все, что связано с медициной, загибается, может расти продолжительность жизни людей? Назло врагам, что ли? Ага. Клиник нет, но мы лечимся подорожником. Денег нет, но мы выживаем за счет подножного корма. А роддома и те закрывают вон. В Новоалтайске, где вообще одно единственное родильное отделение на несколько сотен километров вокруг женщин принимало, оптимизировали. Закрытие единственного в городе роддома здесь воспринимают как личную трагедию и даже сравнивают с геноцидом. Многие местные здесь родились, рожали и хотят рожать. Этого хотят не только жители Новоалтайска, но и соседних районов. Роддом обслуживал 250 тысяч человек. Более 500 жителей вышли защитить больницу от страшного слова «оптимизация» и поддержать врачей роддома. Видимо, там, в Новоалтайске можно и под кустом родить, ничего страшного. Или Тагил, давайте вспомним, откуда в конце лета раздались сигналы СОС, где катастрофически не хватает специалистов. В муниципальных клиниках зарплаты, потому что копеечные. Доктора вынуждены брать по 3-4 ставки, чтобы а. с голоду не сдохнуть, б. прикрыть собой брешь. Поэтому живут на работе, устают, как собаки. Минздраву пофиг. Если тебя не видят дома, ты отсутствуешь в воспитании детей. И на отчаянный шаг уволиться, говорят врачи. Они пошли, как бы парадоксально это не звучало, ради пациентов. Ведь уставший хирург в большей степени не застрахован от ошибок. Тем более, что оперировать порой приходится, рассчитывая лишь на собственный опыт и интуицию. А потом оказалось, что эта проблема не только Тагила. В десятках городов последовали примеры уральских коллег. И... Может быть, Министерство здравозахоронения, простите, здравоохранения, предприняло какие-то шаги для разрешения ситуации? Нет. Объявили тех врачей врагами народа, агентами Госдепа, сволочами. Все. Да в Скворцовском ведомстве, в принципе, так к любому неприятному вопросу подходят. В начале октября в Курганской области закрыли одно из отделений туб-диспансера из-за ужасного состояния здания. Не ремонт затеяли, а тупо закрыли. Пациенты вместе с врачами забаррикадировались в помещениях и несколько дней держали оборону. Итог, все равно, закрыли. От коммуникации отрезали, дубинка носцев в Атагу прислали. Вуаля. К слову, в Курганской области, между прочим, самый высокий процент заболеваемости туберкулезом у России. Да и хрен с ним, видимо, подумал и министр. Есть проблемный регион, забор, давайте вокруг него построим, больные там сами вымрут. А для статистики плюсик. Ну надо же, Скворцовой перед пропагандистскими камерами и Путиным о каких-то достижениях врать. Вот она и врет, у нас рождаемость повышается. Что у нас еще повышается? Кстати, 10 октября был Всемирный день психического здоровья. Ну это я так, к слову. Чтобы все те, кто верят, всяким Скворцовым просто в курсах. Были как-то так. Все. А это была реальная журналистика. Опять грустная история получилась. Ну что делать, я же не Скворцова. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, подписку проверяйте, вас отписывают без вашего ведома. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим. Спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok